Иван Гергет знает, если пришел в гимнастику, побеждай. Несмотря на все трудности, так закаляется характер. Сейчас трудно поверить, но пришел Иван в этот вид спорта случайно. Попал я вообще в этот спорт, наверное, случайно. Здесь у нас раньше, в нашем зале, проходили игры между садиками. И я тогда не должен был выступать, и не получилось так, что я заболел. Я пришел просто болеть за свой садик. Ну а так как я в детстве был немножко такой шебутной, я убежал от мамы, прибежал в зал. Меня тренер за руку поймал и говорит, приводите своего ребенка. И все. И вот с этого момента я начал заниматься. И вот уже 17 лет Иван покоряет гимнастический помост. За это время побед было немало, и как у любого спортсмена, у Ивана были свои кумиры, на которых юный гимнаст старался равняться. Никита Игнатьев, Андрей Лугутов, потом Игорь Пахоменко. Вот эти ребята, которые у нас занимались, это, естественно, были кумиры и примеры, на которых равнялся. Самым главным своим достижением Иван считает выступление на юниорском чемпионате мира. Здесь он завоевал серебро. Чемпионат проходил в венгерском городе Дьер. Кстати, медаль Ивана тогда стала единственной наградой команды в этих соревнованиях. Самая важная моя медаль была как раз-таки на чемпионате мира юношеском. Вот я когда второе место занял, тоже на перекладине, вот это, наверное, самая важная медаль у меня вообще в моей карьере. Сейчас задача у гимнаста – расти дальше. Планы? Ну, естественно, Олимпиада, само собой. Ну, дай бог, у нас все будет нормально, и допустят нас до Олимпиады, и в дальнейшем мы сможем нормально соревноваться на мировой арене. Молодому поколению я бы пожелал, главное, не останавливаться просто. Идти, неважно, выступили плохо или хорошо, делать выводы и идти к своей цели просто, и все. Не останавливаться. Это же как зависит все от твоих желаний. Правильно? Если ты хочешь что-то, ты этого будешь добиваться. Так и надо. Главное, не останавливаться. Анна Шуркова, Павел Желтиков, Риоленинск.